Всем привет! Сегодня 9.06.2023. Вы с Олегом Соскиным. Подписывайтесь на канал. Чем больше, тем лучше нас. Спасибо всем за поддержку. Очень хорошие комментарии. Там интереснейший комментарий есть. Ну, еще там разные есть по поводу тех событий, которые произошли на Херсонской плотине. Ну, и там вот такой вопрос задается, может, это специально сделано, чтобы освободить территорию от людей всего юга Украины, чтобы потом передать земли и так далее. Ну, еще там есть другой вопрос, тоже задается теми моими прихильниками по поводу того, что какая следующая будет, какой удар, будут ли наноситься удары, чтобы подорвать. Еще несколько таких гидроэлектростанций, например, Каховскую подорвать, который держит тоже очень большой пласт. Фактически тогда полностью будут разрушены центральная Украина, Черкасская, Полтавская области, ну, то есть, сомкнется удар снизу и сверху. Киевская область, само собой, тоже. То есть, разные вопросы, комментарии есть. В самом деле, ситуация очень плохая. И она каждые сутки ухудшается. Как я вам и объяснял, ну, во-первых, и так неизвестно реально на международном уровне, кто же все-таки осуществил подрыв машинного зала. Ни США, ни Великобритания, ни Маск, кстати, не публикуют космического снимка, что же взорвалось и как. То есть, взрыв по времени, по хронологии, нет минутного хронометра, секундного взрыва. Нету. А раз столько дней нет, то значит, что-то там, что дело ясное, что дело темное. Ну, пропаганда украинская кричит, что это россияне, московиты кричат, что это украинцы. Ну, а правда, жди. Главный аргумент Украины, что, типа, это она была заминированная, и все, они ее контролировали, но это бракня. Потому что есть такие подразделения, в том числе у Ми-6, у Великобритании, которые могут под водой плавать, их представители. И очень легенько могут туда, так сказать, доставить взрывчатку в нужное место, в нужное время и дистанционно осуществить подрыв. Это часто было и делалось. Поэтому Великобритания в этом деле очень большая ассо, так же, как и норвежцы, кстати, так же, как и США. Поэтому, кто сделал, мы не знаем. Пока это тайна за семью какими-то печатями. Но, но, помощи никто пока не дает. То есть все страны НАТО и ЕС ни денег, ни гуманитарную помощь не дали. То есть замерли. Замерли. Вот это первый такой вывод, который хотел бы вас, чтобы вы задумались над ним. Дальше. То есть очень много дезинформации вокруг. Очень много со всех источников. Очень много фантазий, глупостей, придуманных, разных версий и так далее. Есть ли направленная брехня, конечно, и на уровне Украины, и на уровне Москвы. Ну, это война. Война по-другому не ведется. Война подразумевает диктатуру, ложь и грабеж. Диктатура, ложь, грабеж и смерть. Вот это главные признаки войны. Главные признаки. Давайте теперь рассмотрим ситуацию, как бы объективные, какие есть факторы. Объективный фактор – это падение уровня воды в этом Каховском море. Ну, вот сегодня мы уже имеем девятое. Это уже, считайте, полдня прошло, полсуток. Вот. Вода падает. И она уже меньше ее уровень, 11 метров. Говорится, что пока насосы, если брать Запорожскую автонную станцию, еще пока работают. И они берут воду. Ну, насколько это долго продлится, мы не знаем. Но, ситуация обостряется с каждым днем для других городов. Зеленский, уже для него это дошло, до его актерского, так сказать, профиля. И он назвал Кривой Рог, Марганец, Никополь, то, что я вам три дня назад говорил. И все остальные города, ну, в том числе и Новая Каховка, если брать Левобережье, и Олежки, и Голая Пристань. И все остальные города туда внутрь, Чаплина, там, Скадурск, они все пойдут без воды. Только там это чуть позже произойдет. По мере склопывания хранилища. Те съемки, которые показываются, как вода уходит, она же уходит под Запорожья. Уходит под Непроезд. То есть, Непроезд, он как раз держит эту воду, где Запорожье стоит. Вот, получается, что там идет самый быстрый спад воды. И те фотографии, которые и видео показаны, о том, как появляются там, где была вода, появляются, уже можно просто через брод переходить. То есть, скоро можно будет от Запорожья перейти на ту сторону, в Никополь, Марганец. Так же, как от Энергодара может быть пешком перейти. Ситуация радикально меняется. Вот, поэтому атомная станция, ну, скорее всего, на следующие сутки, то есть, десятого, она уже будет без воды. Уже брать они не смогут, это для охлаждения реакторов. Ну, всякая болтовня, что там воды хватит на три месяца, не верьте в это. Максимум на месяц, может, даже меньше. Но, ситуация еще больше ухудшилась и усугубилась, становится просто трагической. Потому как в Кривом Роге стоят теплоэлектростанции, ну, и много-много других. Есть специалисты, почему-то они не говорят. Мэры есть. Чего же вы не расскажете? Сколько этих теплоэлектростанций где стоит? В них копали марганцы и так далее, и так далее. Так вот, всем им надо охлаждение их этих турбин, генераторов и прочее. А охлаждались они, где вот этой водой, с Кагурской водохранилища. Поэтому, если брать, например, Криворужскую ТЭЦ, то у нее уже воды нет для охлаждения. То есть, она остановится. В результате ночных ударов уже и так была нехватка энергетических мощностей в Украине. Ночные удары привели к еще худшей ситуации. Плюс идет падение мощности на пяти пока еще функционирующих ГЭСах. Все взаимосвязано. ТЭЦы, ГЭСы, атомная энергетика, добыча ГОКи Криворожские, комбинат Криворожский, Запорожский. Блин, это вообще, дорогие мои, я понимаю, что для гамадрилов, которые при власти в Украине, они вообще, ну что, гамадрил, он же есть гамадрил. И они гамадрилов вниз тоже поставили, мартышек и прочих. Они вообще нифига в этом не понимают. Но их же остатки еще у кого остались, функционирует мозговое вещество. То есть это полный крах народно-хозяйственного комплекса Украины. Полный. Все остановится в ближайшее время. Ну, во-первых, уже дефицит электроэнергии. И идет забор электроэнергии за рубежа. Вчера это делали через Румынию, сегодня и снова опять через кого-то делали. Ну, врут. Ситуация просто трагическая. И она будет каждый день все хуже, хуже, хуже и хуже. Что делать? Ну, во-первых, надо правду сказать. Ну и надо убрать правительство Шмигаля. Найдите каких-то умных, компетентных. Которые что-то знают. Которые могут остановить сейчас крах всей экономики. Всей системы воспроизводственного процесса. Потому как остановка атомных станций приведет к остановке параллельно и уход воды к остановке ТЭЦ. Дальше ГЭСы. Еще один удар по любой из ГЭС. И полностью будет все разрушено в Украине. Ну, я думаю, они по каховке должны ударить. Тем более, Зеленский с Тарасом Шевченко, нашим пророком, не дружит. Вот. Он его вообще, как заря, в упор не видит. Ну, понятно, почему. Так же, как Ермак и прочие. Ну, да зря Зеленский. Зря. Если будет удар по Каневской ГЭС, то тогда вообще полный ТАС. Вам надо будет всем бежать. То есть, ситуация держится на волоске. Наступления нет. А если и было, то оно неудачное. Пока. Юг весь в катастрофе. Экогеноцид. Кто подорвал станцию? Большой вопрос. Ну, то что? Вода сейчас спадет. Там, где она уже падает, уходит. Какое останется зеркало, какой высоты, никто не знает. То есть, вода идет, будет идти в старом русле Днепра. Все объекты, которые вокруг Каховской ГЭС работали на этой воде, или были с ней как-то связаны, остановятся. Сейчас туда будут идти удары. Иранских дронов, ракет и всего прочего. Украинское ПВО, как я понимаю, на пределе. Потому что основные его мощности задействованы на так называемое контрнаступление. Поэтому, если сегодня будет удар по Киеву и другим городам, то навряд ли ПВО его отобьет. Потому что оно не может две функции сразу выполнять. Самолетов F-16 нет. Авиации у Украины почти нет. То есть, делайте выводы. Ну и самое главное, Я так понимаю, завтра уровень воды упадет до 10 метров. Это полный пиндец. Это Алис. Ну и дальше уже, так сказать, начнется трагедия в открытом виде. Не сидите, не ждите. Не сидите, не ждите. Вам никто не поможет. Единственное, это единственное, что может быть позитивное, если сейчас Путин уберет войска с Запорожской атомной станции, ее срочно передадут МАГАТЭ. И ведут там какой-то ООНовский контингент. Это единственное, что может спасти. Потому что Россия, конечно же, тоже пострадает, если взорвутся реакторы на атомной станции. Однозначно. Все пострадают. Я так понимаю, что 4 реактора могут взорваться. Расплавиться. Из 6. Поэтому готовьтесь. Готовьтесь. И не врите. Главное, не врите. Конечно, по-скотски ведет себя Порошенко и Юля Тимошенко. Вы все-таки там сидите. Плюс еще какая-то там есть, еще там группа Притулы или кого там, остатки этого проекта, Пинчука, Вакарчука. Есть же депутаты какие-то. Чего же вы, гады, молчите? Чего же вы молчите? Скажите правду. Чего вы ждете? Есть катастрофа. Надо немедленно отменять военное положение. Ну, BBC дала материал, что 6 тысяч ребят с Украины, парней, находятся в Румынии. Они бежали с Украины. Один парень там упал с этих гор, там снег. Страшные дела, там ужас, трагедия. Погибло до 90 человек, которые пытались перейти границу, ребят. То есть, еще раз говорю, вы захлебнете Зеленский, ты нигде не скроешься. И этот ваш, который погранкомитет восстановил. Ну, вы все будете за это. Начальники погранотрядов будете отвечать. Все. Вы исков никуда и из печи не денетесь. Вы незаконно преследуете парней, которые выезжают за границу. Незаконно. И все. Ты ж, Мигаля, отвечать будешь. Ты, Резников. Все вы будете за это отвечать. Лично. Лично. Разденут вас. Да, будете просто голые, их пустят в Африку. Шкуру с вас всех спустят. Пока не поздно. Прекратите это преследование. Хотят мужчины выезжать. Пусть выезжают. Никто по Конституции, слышишь ты, который там во главе погранкомитета стоит, не имеет права выполнять преступные приказы. В Конституции вы нарушаете Конституцию. Вы выполняете преступные приказы власти. Вы за это будете отвечать. Увидите? Вспомните Соскину. Посмотрите мои прогнозы 10-15 лет давности. Пятилетние. Все сбылось и это сбудется. Увидите? Скоро вспадет этот ажиотаж. Эйфория. Вот. Сейчас там на фронте перемолотят, так сказать, самых, которые идут на штурм. Осторожные останутся. Туман зеленый рассеется. Пыль отсядется. И увидите, что будет. Вселенский, у тебя осталось очень мало времени. Очень мало времени. Я понимаю твое состояние. Все нам понятно. Кто ты? Кто за тобой стоит? И прочее, прочее. Остановись. Ты еще можешь остановиться. Еще у тебя немножко времени осталось. Еще есть время. Немедленно издай указ. Отмени военное положение. Снимите все ограничения. Снимите. И главное, главное, не бросьте, ребят, мясорубку. Сейчас, если будут массовые потери, если Бахмута, этого уже не будет. Потому что Запорожское направление, это, ну вот если фронт 1000 километров, то Запорожская область, это сколько? 500 километров или сколько? Если брать. А если Донецк еще добавить. Ну, то есть это где-то 700-800 километров. А Бахмут вот столечко был. Теперь умножьте все потери Вагнера, Привожина, которую он там понес. И умножьте на каждый километр. То есть 200-тысячная группировка украинская будет уничтожена, если начнется массовое наступление там, ну в течение 10 дней максимум. А дальше Зеленский представит, что с вами сделает. Никуда даже не успеете убежать. Не потому что я плохо к вам отношусь или хочу этого. Это объективная реальность. Не ты первый, не ты последний. Просто вы ничего не знаете. Ну, что сделаешь? И вы не хотите знать. Ваша проблема, что вы не хотите знать, потому что у вас есть хозяева. То есть вы куклы. Маркиза Карабаса. Ну, что тут непонятно. Поэтому о Байдену скоро уже все. Лапти сплетут. У него появился классный конкурент. Но я вам в следующем видео завтра расскажу. Даст Бог. Что с Байденом будет. Я думаю, что он уже все. Что он уже отыгранная карта. На этом аресталище. В этом казино. Сатанинском. Подписывайтесь на Олега Игоревича. Поддерживайте канал. И меня спасибо всем, кто это делает. Ну и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok До новых встреч.